В эфире новости в студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! Подводим итоги этого дня. В Коврове на пожаре пострадали сразу несколько спасателей. Огонь вспыхнул в одном из гаражей на пересечении улиц Ватутина и Блинова. Ковровские спасатели первыми прибыли на вызов. Горящий гараж пришлось вскрывать. Его владелец якобы потерял ключи, но когда спасатели сумели открыть ворота, раздался взрыв. Трое из них пострадали. Двое сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Ожоги получил и владелец соседнего гаража. В ближайшие дни пострадавших перевезут из центральной больницы города в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Огонь уничтожил автомобили. Полностью выгорел стоящий рядом Пежо и новая дежурная Газель, на которой спасатели прибыли на вызов. Также после взрыва огонь охватил 8 ближайших гаражей. На месте работали сотрудники МЧС, Горгаза и электросетей, а также дознаватели и полиция. Федеральные дорожники устраняют провал грунта на Пекинке. После ливня накануне вечером откосы обочину в районе остановки Негтит сильно размыло. Из-за этого засорился коллектор. Вода начала прибывать с огромной скоростью и к гаражам, которые находятся под трассой. Специалисты планируют устранить последствия потопа до 21 июля. Дорожники восстановят и укрепят откос дороги, отремонтируют систему водоотведения и уложат новый асфальт. На время проведения работ движение будет ограничено. Максимальная скорость на этом участке дороги 50 км в час. При необходимости рабочие будут занимать правую полосу движения. Из-за сильного ливня задолбленными оказались и другие улицы Владимира. На Миру Луначарского, Верхней Дуброве и проспекте Ленина машины теряли номера из-за больших потоков воды и неработающих ливневок. На кадрах видно, что скопившаяся вода доходила до решеток радиаторов автомобилей. Владимирская полиция возбудила уголовное дело на бывшего руководителя подрядной организации. Его подозревают в краже денег, выделенных на ремонт кровли жилого дома. Жители дома номер 21А на улице Белоконской отдали подрядчику около 700 тысяч рублей. Сметная документация не совпадает с работами, которые выполнили по факту. Недочетов масса, не произведена разборка покрытой кровли, не закрунтованное основание, отделку не произвели. Некачественный ремонт привел к протечкам. Имущество жильцов пострадало на сумму около 200 тысяч рублей. К сожалению, страдает в квартире все. И комната, зал, и ванная, и кухня. Страдают стены, потолок и уже со стены уходит на пол. То есть даже у меня квартира смежная с подъездом, стены соединяются, подъезд полностью, низа уже отваливаются. На основании проверки прокуратуры Владимирская полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». За ремонт крыши собственники заплатили деньгами со спецсчета. В фонде капремонта дали понять, что это не всегда безопасно. Мы не можем контролировать, к сожалению, работы, которые ведутся на спецсчетах. И, как видите, они проводятся фирменными однодневками. Гарантийных обязательств нет. Денежные средства потрачены. А услуга оказана не в полном объеме и некачественно. Другим темам. В Гусьрустальном районе стартовал региональный патриотический слет Мещерский и Зория. Больше ста школьников со всей области приехали в поселок Уршильский. В течение нескольких дней для детей и подростков пройдут занятия по патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни. Открытие слета принял участие и глава региона Александр Авдеев. Мои коллеги расскажут подробнее. Участников форума встречают по-военному оркестровым маршем. Пять дней они будут жить в армейских условиях, без гаджетов и в палаточном лагере. Здесь дети и подростки от 10 до 16 лет. Большинство из них приехали уже во второй раз. В качестве волонтеров, старшеклассники из местной школы. Каждый раз приезжали какие-то актеры, какие-то спортсмены. Мы ходили в банный спортивный комплекс, ходили в поход в лес. И много всего интересного было. Изюминка молодежного слета – выставка военной техники, автомат Калашникова, ручная граната, пистолет Макарова и даже имитация ручного противотанкового гранатомета. Есть и машины спецподразделений. Вся эта техника сегодня стоит на вооружении российской армии. В любой профессии есть такие критерии, по которым можно определить профессионализм. В частности, когда человек берет в руки оружие, тоже можно определить, грамотный человек или не так. Как только происходит наложение пальца на спусковой крючок, это безграмотный, ну как минимум. Инициатива открытия форума принадлежит одному из местных жителей – Эдуарду Бендерскому. Он из семьи военных излужил сам. Мужчина говорит, слет уже дал положительные результаты. В хорошем смысле слова, это такой эмоциональный толчок. После прошлого лагеря у нас в школе здесь зародилось волонтерское движение. Ребята уже никак не связаны с лагерной жизнью. Они проводят мероприятия здесь с ветеранами, с людьми, которым нужна социальная помощь и поддержка. На открытии слета побывал и глава региона. Александр Авдеев отметил, сегодня мы живем в непростое время. Информации так много, что ребенку очень сложно в ней разобраться одному. Но важно говорить о даже самых печальных событиях в истории России. Важно знать о том, как обстоят дела сейчас. И получая информацию от организаторов, от тех, кто непосредственно принимал участие в таких вот контраристических операциях. Мне кажется, это бесценная информация, которая поможет ребятам в развитии, в познании мира. Инициативу слета поддержал и председатель областного парламента Владимир Киселев. Он рассказал, что впервые познакомился с директором благотворительного фонда «Вымпел» еще полтора года назад. Тогда появилась идея организовать подобный слет. Законодательное собрание инициативу поддержало. Кроме этого, безусловно, ребята живут такой интересной и насыщенной жизнью. Практически каждый день они встречаются с интересными людьми, знакомятся между собой, участвуют в, я так понимаю, что будет сборка-разборка оружия. Ну, в общем, все интересное. Все интересное для и парней, и для девчонок. Важная часть форума – урок мужества. Тема «Серьезная трагедия в Беслане». В спецоперации по освобождению заложников в школе участвовали бойцы спецподразделения «Вымпел». Десять человек погибли при выполнении своего долга. Попытки переговоров результатов не принесли. Три дня террористы удерживались за лет, отказывая заложникам в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов. Патриотический слет Мещерской Зори завершится 23 июля. Организаторы надеются, что форум в Гусь-Рустальном районе станет ежегодным и расширит географию участников. Ольга Льфимова, Игорь Липский и Вячеслав Сноровкин. Познакомиться с древними храмами Суздаля, попробовать тёртый муромский калач и узнать о традициях Гусь-Рустального. Владимирский туристский центр ознакомит жителей и гостей региона с лучшими турмаршрутами области. Театрализованные презентации рассказывают о достопримечательностях малых городов 33-го региона. Оксана Любимова расскажет. Подробнее. Это князники, либо княжники. Как преподносят нам легенды, историю этой выпечки, что подобным угощением угощала феврония князя Петра. Поэтому выпечка считается княжеской. Каждый из тоненьких жгутиков сводился вверх, приподнимался и зажимался. Олицетворяло это освещение брака. Сотрудники музея в народных костюмах и образах исторических персонажей рассказывают гостям областного визит-центра о традициях муромской свадебной выпечки и знаменитом тертом калаче. Проект немалых городов Владимирской области – это презентация достопримечательностей и лучших туристических маршрутов 33-го региона. Мы хотим показать не только местным жителям, но и туристам, которые к нам приезжают, что каждый район нашего региона в целом, он индивидуален. Несмотря на то, что у нас очень большое обилие храмов, очень большое обилие локаций, точек притяжения, которые есть на территории всей области в целом, каждое храмовое искусство, каждая история, она уникальна по-своему. История Петра и Февронии, легенды Алье Муромцы, музеи и ремесленные мастерские в туристском информационном центре помогут составить свой путеводитель для будущего путешествия. Анна Чеснокова, говорит, никогда не была в Муроме. После такой презентации решила, что следующая поездка будет в город Накия. Честно говоря, не ожидали, что такое мероприятие здесь проводится. На самом деле, мы были на пути в Суздаль, шли на автовокзал, и вот прямо попасть в Муром захотелось еще больше. Может быть, следующие там выходные или через, когда удастся съездить, будет не Суздаль уже, а Муром. Очень здорово. На самом деле, поразило те места, о которых рассказывали здесь сегодня, сколько всего есть в Муроме интересного. А на мастер-классах гостей знакомят с народными промыслами малых городов. Муромская соломенная лошадка, например, символ выносливости и домашний оберег. Это очень интересно. Во-первых, познавательно. Во-вторых, у каждой земли есть свои обереги. Поэтому у Мурома, как объяснили организаторы, это связано с тем, что Илья Муром всегда был на коне, поэтому вот коня и делаем. Я люблю очень делать игрушки своими руками. Тем более, это символично, это символ. Дома будет берегать мое жилище. Следующий проект визит центра будет посвящен Гусь-Хрустальному. 23 июля с 10 утра и до 6 вечера все желающие смогут познакомиться с традициями и достопримечательностями этого города. Оксана Любимова и Дмитрий Манапов. В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась первая персональная выставка Владимирского живописца и музыканта Сергея Усика. Она называется «Влюбленный в музыку художник». Это название полностью передает стиль жизни автора. Писал Сергей Усик многое в разных жанрах. На выставке можно увидеть пейзажи из путешествий на байдарке и катере, портреты и натюрморты. Для вдовы Надежды Вячеславовны эти полотна в первую очередь воспоминания об их жизни и возможность познакомить владимирцев с творчеством талантливого художника. Я Сергея Лорионовича никогда не воспринимала так вот, вот муж, да. Это был мой друг. Мой друг. И знаете, как всегда память. Мы же не выбрасываем какие-то вещи, которые нам напоминают наши друзей. Да мы же храним эту память. И поэтому я считала, что это просто необходимо устроить вот эту выставку. Всего на выставке около 20 картин художника. На полотнах и любимый город, и хобби – рыбалка. Но главной страстью художника всегда оставалась музыка. Он уделял очень много времени работе и репетициям в ансамбле и сам играл на бандже. Познакомиться с творчеством автора владимирцы смогут до 7 августа. В Гороховце прошел традиционный фестиваль «Макушка лета». В 12-й раз он собрал больше тысячи человек. Три дня любители активного отдыха и авторской песни под гитару провели под открытым небом. На фестивале побывал и наш корреспондент Игорь Липский. На фестиваль «Макушка лета» в Гороховец приехало больше тысячи человек. География участников разнообразна. Новосибирск, Мурманск, Санкт-Петербург, Владимирская и соседние области. Всех их объединяет любовь к активному отдыху и к авторской песне под гитару. Вячеслав и Елена Финатовы вместе с внучкой приехали на фестиваль из Мурманска впервые. Семья попала в Гороховец несколько лет назад во время поездки по Малому Золотому кольцу России и влюбились в местные пейзажи. Позже узнали про фестиваль и решили приехать сюда снова. Так счастливы, что мы попали в этом году на этот фестиваль. Здесь атмосфера просто замечательная. Сказочный город. Да, хочется путешествовать. Конечно, три дня это мало, хочется здесь хотя бы недельку побывать. Да, для этого города это мало. И нам с погодой повезло. Главный пункт в программе фестиваля – конкурс авторской песни. На сцену вышли участники, которые прошли конкурс на отбор. Первыми выступают самые юные исполнители. В репертуаре как стихи собственного сочинения, так и известные всем композиции. Алые паруса, паруса, а соль плюс грей. С авторской песни из Новосибирска на фестиваль приехала Мария Леликова. Девушка работает на местном телевидении, а в свободное время поет в музыкальной группе. Здесь она хочет познакомиться с новыми исполнителями и поделиться своим опытом. Ну и атмосфера здесь, я так понимаю, что романтики не только с области, но и с соседних регионов собрались, чтобы поделиться творчеством. Люди соскучились по живому общению, соскучились по творчеству, по музыке. И вот атмосфера такая домашняя. Подходишь к любому костру, типа чаем на поле. Фестиваль проводится при поддержке фонда президентских грантов. Идея принадлежит педагогическому отряду родник под руководством Кирилла Губина. Творческая команда разрушает стереотип о бардах и авторской песне. Обычно говоришь, фестиваль авторской песни, бардовской песни. Начинаются такие закривленные лица, потому что сразу ощущение, что такое барды. Это бородатые мужики в свитерах, неважно какое время года, и вот они что-то там бренчат. Нет, есть необарды, есть современные абсолютно тексты, когда это действительно трогает за живое. И тут нет актуального, неактуального, современного, несовременного. Тут есть либо тебя это цепляет, либо нет. На сцену фестиваля вышли и знаменитые необарды. Своими песнями зрителей порадовал певец Ромарио и Алексей Вдовин. Кроме музыкальной программы, гостей фестиваля ждали спортивные соревнования, конкурсы и мастер-классы. Изюминка «Макушки лета» – традиционное док-шоу. Для хозяев и их питомцев подготовили сразу несколько этапов – дефиле, полосу препятствий и даже конкурс рисунков. За 14 лет фестиваль «Макушка лета» давно стал местом, где каждый может отдохнуть не только телом, но и душой. Организаторы уверены, в будущем гостей фестиваля ждет еще больше конкурсов, а главное – красивых авторских песен под гитару. Игорь Липский и Вячеслав Сноровкин На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история или нужна помощь, звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Далее в эфире программа «Здесь и сейчас». Ее ведущий Илья Архипов уже в студии. Илья, добрый вечер. Виктор, вечер добрый. О чем сегодня будете говорить с гостем? На прямой линии с жителями СУ, с долей всего региона, через пару минут Сергей Сахаров. Не переключайте.